А тем временем в Ленторе активно продолжается кампания по ремонту дорог. И городские власти уже отчитались о завершении работ на местных магистралях. Елена Малышкина оценила работу дорожников. Ленторские водители дождались. У дорожников наконец дошли руки до городских улиц и дворов. Однако местные автолюбители на ровных дорогах скорость набирать не спешат. Правила дорожного движения никто не отменял. Дороги Лентора хорошеют на глазах. Городские власти сами не нарадуются. Ремонт в этом году идет на пять с плюсом. На 1 июня у нас уже не просто были заключены муниципальные контракты, они были выполнены по магистральным дорогам. Мы закончили работы полностью. Это ямочные работы, работы по ямочному ремонту. Это устранение колейности и так далее. Объемы были более чем на 11 миллионов, выполнены только лишь по магистральным дорогам. Весь объем ремонтных работ в Ленторе выйдет суммарно на 26 миллионов рублей. Сейчас дорожники заняты внутриквартальными проездами. К концу июля при условии хорошей погоды обещали закончить. Где-то нужен ямочный, а где-то и вовсе капитальный ремонт. Проезды и дворовые территории расширяются и выравниваются. Тысячу квадратов дорожники с легкостью проходят за два дня. До нашего прихода здесь были лужи большие, провалы. Сейчас идет выравнивание этих ям нижним слоем. Потом идет расширение тоже, где местами есть заложенные 6 сантиметров для расширения. И местами есть заложенные 12 сантиметров, где большие лужи. Автолюбители уже успели оценить качество ремонта. Было недоразумение, когда на вырезали, конечно, весь Лентор повырезали. Невозможно, конечно, было ездить. Это убийство, это для машины трагедия. Сейчас более-менее уже лучше стало. По сравнению с весенним, паводком вот эти разбили дороги. Сейчас более-менее сделали. Приятнее ездить стало. Хотя бы хоть самые основные дыры заделали. Это уже лучше. А вот другая сторона медали. Чужой труд уважают не все ленторцы. Возле светофорных объектов, где пешеходные переходы, мы по 50 метров ограждения делаем в каждую сторону. Ставим заборчики симпатичные, красивые. Но жители разрушают, разбиваются на машинах, летают, разрушают. И, к сожалению, бывает, что сложно найти, кто же это сделал. Так что теперь осталось поработать с людьми. Может, тогда и дороги прослужат дольше. Елена Малышкина, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».